Вот человек там медитирует, человек там садится в каких-то определенных местах, в местах силы, в храмах, в арках, в дольменах, еще в чем-то. И вот он сидит и медитирует, и что-то он делает, как бы отделяет дух от тела. Но если вы придете в определенное состояние себя, вы поймете, что это не так. Я не знаю, может быть, кто-то из вас любит петь, кто-то, может быть, из вас пел мантры. Не просто вот мантру спеть, а, например, достаточно продолжительное количество времени и достаточно продолжительное количество времени в день, если кто-то уделял как минимум для эксперимента, а кто-то и для своего образа жизни, например, про пропевание каких-либо мантр, то этот человек, я уверена на 120 и 100 процентов, что этот человек понял на себе, что его мир меняется. Мы сейчас не будем давать оценочного результата в хорошую сторону либо в плохую. Это качественно другой образ жизни наступает. И когда мы с вами говорим, когда я, например, сейчас понимаю, что я вижу человека, который сидит в определенной позе, и если ты не просто смотришь на него через голову, если ты входишь в эти вот вибрации, ну как тонкие поля у нас любят говорить, да, я не очень понимаю, что это такое тонкое поле в общем принятом понимании, но я вижу, наверное, вот этот вибрационный слой. И тогда я конкретно вижу, что вот этот человек, определенные люди, это не попсовые йоги, наверное, я очень грубо сказала, но, наверное, это так, а именно вот эти вот учителя, именно те люди, которые достаточно длительное время в этом процессе, которые находятся в других странах, которые показывают. Потому что даже на некоторых картинках, картинках, ребят, если ты смотришь на учителя, который сидит, например, в позе лотоса, в позе йоги, и он не в медитации, а он идет на пропевание определенных звуков, чтобы соединиться с информационным полем. Это вообще про другое. И вот когда мы, кто-то любит петь, почему я говорю, что очень здорово, если кто-то любит петь, это клево. А если кто-то себе, вот вы можете себе прям сделать такой челлендж, да, и, например, неделю, ну, сколько там раз, там же определенное количество раз, определенное количество раз пропевать ежедневно, либо несколько раз в день определенную какую-то мантру. И вы увидите, как вы почувствуете, сначала почувствуете, увидеть это сразу же сложно. Вы почувствуете, как на определенном временном отрезке, там через день, может быть, через два, у вас будет меняться ваш круговорот событий. Вообще абсолютно. Потому что вы вокруг себя будете создавать новое вибрационное поле. Вот. И когда я говорю, что наше тело не всегда готово, потому что наше тело, оно, прежде чем вытащить из себя наружу вот этот вибрационный слой, оно начинает сначала само меняться. Когда само оно начинает меняться, оно начинает просто ломать, в том числе и физически. И это бывают даже достаточно болезнетворные процессы. И именно поэтому я и говорю, что наше физическое тело, его нужно готовить, готовить и готовить. Потому что чем больше вы уходите в познание себя, тем больше вы понимаете, насколько вы вообще ничего не знаете. Как только до вас доскребается очередное новое познание самого себя, вы идёте глубже, вы понимаете, что вам ещё и ещё нужно укреплять своё физическое тело. Но своё физическое тело – это не в плане бесконечного спорта, а именно в модификации ДНК, я бы, наверное, так сказала. И сегодня, чтобы не отходить далеко от темы, я вам эту тему потом ещё раскрою очень глубоко. Если хотите, потом зададите мне вопросы. А сегодня почему я сделала вот эту вот тему «Разочарование. Шанс на смерть»? «Разочарование. Шанс на смерть. Шанс на смерть. Шанс на смерть. Шанс на смерть».